Центральный банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления основного счета. Так начинается письмо якобы от Центрального банка. На нем логотип, печати, QR-код, ведущий на сайт Банка России. Только на самом деле это еще одна мошенническая уловка с использованием имени регулятора. Схема, когда злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка, очень распространенная. Мошенники звонят и сообщают о сомнительных операциях по счету или карте. На территории нашего региона участились факты мошеннических действий. Когда в ходе телефонного разговора злоумышленник представляется сотрудником Центробанка России и под различными предлогами принуждает перевести денежные средства на так называемые безопасные счета или продиктовать пароль от личного кабинета онлайн-банкинга, после чего денежные средства граждан похищаются. Также одной из схем преступления является принуждение потенциального потерпевшего к переходу по ссылке, который ему присылают в мессенджеры или смс-сообщения. Аферисты не только звонят, но и присылают приглашение на личный прием в Центробанк или поддельное удостоверение его сотрудников. Для правдоподобности приглашения начинаются с обращения по имени и отчеству. В них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает человек. Чтобы вызвать доверие у получателя письма, мошенники меняют домен своей электронной почты на домен банка России sbr.ru. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты или убедить перевести деньги на счет мошенников. Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием. Его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. При поступлении подобного телефонного звонка немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте номер. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Если у вас возникли сомнения относительно сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк. Информация о распространенных схемах финансовых мошенников и способах им противостоять размещена в специальном разделе на сайте Банка России и на просветительском сайте Банка России финансовая культура финкульт.инфо.